Нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский может получить статус потерпевшего в деле о его предновогодних огнестрельных разборках с Вячеславом Химикусом. Все это время депутату не давал покоя статус свидетеля, которым сразу же наделила его Киевская областная прокуратура, и он настойчиво пытался его оспорить. И вот Печерский райсуд удовлетворил его жалобу. Как это удалось нардепу, ранившему безоружного человека, в нашем материале. На оглашение полного текста решения в Печерский райсуд пришла только адвокат Вячеслава Химикуса. Судебное заседание, состоявшееся накануне, несколько раз переносили. То судья болел, то обвинители не являлись. Наконец, все стороны собрались. Свою жалобу на постановление Киевской областной прокуратуры, где нардеп признавался свидетелем о непотерпевшем, адвокат Пашинского мотивировал тем, что заявление в полицию подал именно его подзащитный. А значит, он автоматически становится потерпевшим. Аргументы адвоката Пашинского судью, похоже, убедили. Но только незащитника Вячеслава Химикуса, который после выстрела Пашинского долгое время провел на больничной койке. Моему клиенту Химикусу Вячеславу было с причиной тяжкие телесные ухудшения. Мы получили выставку экспертизы. Это огнепальный перелом стегневой кистки. Но у Сергея Пашинского, насколько я понимаю, из подтвержденных телесных ухудшений, так называемых, это какая-то рана размером 1 мм на 3 мм. Адвокат не надав выставку судово-медичной экспертизы. Впрочем, решение суда пока не обеспечивает Пашинскому статус потерпевшего. Своё слово должна ещё сказать генпрокуратура. Именно она с января проводит досудебное следствие. Аналогичное решение про скасование постановы прокуратуры Вячеслав Химикус отримал ещё в лютому. Однако с лютого по травень прокуратура не вызнает Вячеслава Химикуса, как потрапил его. Инцидент, из-за которого имя Нардепа уже 4 месяца на слуху, произошёл 31 декабря. По версии Пашинского, поздно вечером по дороге домой он едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим без включённых габаритов. Началась перепалка и в итоге выстрел, говорит воздух. В ответ получил бутылкой по голове. После падения выстрелил снова, уже в ногу нападавшему. Но вот у Вячеслава Химикуса, которого ранил Пашинский, совершенно другая версия. Никакого предупредительного выстрела не было. И целился в него Нардеп стоя. Отталкиваем эту машину, ну, две полосы перетолкнули под левую обочину, там где нет бровки. Чувствую меня стоять. Поворачиваюсь на меня стволом. Ствола не было, не слышно, не пересчётки ничего. Он тупо шёл. То есть пистолет был уже заряжен? Да. Он на меня, я его всё, что я успел, когда он меня шваркнул. Стреляли сверху. Спустя пару дней после инцидента Пашинский, ничтоже сумняшись, укатил на отдых в Альпы. А спустя месяц изменил показания и признался, действительно стрелял стоя. Но при этом стал добиваться статуса потерпевшего, как у Химикуса. Впрочем, адвокат последнего говорит, даже в статусе свидетелей у Пашинского больше возможностей, чем у её подзащитного. Мы знаем про то, что был проведен следственный эксперимент с Пашинскими и с водеем автобуса. Но химикусов на проведение следственного эксперимента не запрошивали. Они про это узнали, только потому, что проживают в городе. Не сообщили следователи о том, что в единую базу расследований наконец-то внесли сведения о преступлении, совершённом нардепом. Узнали об этом химикус и его адвокат из сообщения о Пашинского в фейсбуке. Откуда нардеп мог это знать, остаётся только догадываться. Ирина Романова, Сергей Ерёменко. Подробности в телеканал Интер.